всем привет сегодня продолжение выпуска о тестировании и записи кассет широко распространенных на авито и на вторичке в целом один ролик на эту тему уже выходил и ссылка на него в описании к этому видео кому интересно может начало там посмотреть но сами по себе ролики между собой особо не связаны кассеты в них разные надеюсь что и сегодняшний ролик также будет интересен и полезен в плане выбора кассет принятие решения стоит они того или не стоит тех запрашиваемых денег которые за них просят те или иные продавцы начну сегодня тестироваться максова не ошибаюсь 86 или 88 год на вторичке попадаются часто попадаются в хорошем состоянии целом никаких нареканий именно эта кассета этой модели меня не вызывает симпатичная по ленте почти всегда все хорошо давайте посмотрим перемотка без замечаний калибровка да тоже хорошо слегка убавить подмагничивание убавить в целом уровень да потом у него с лентой ну лента такая ухоженная не ухоженная а ухоженная то есть пробег по ней уже был тем не менее как видите откалибровалась она вполне себе сносно смотрим слушаем запись по шуму лента шумновато я не знаю конечно какую там придумать градацию нашу поэтому говорю шумновато не шумновато то есть чисто на мои уши а отличная кассета несмотря на то что на на ленте видны следы эксплуатации записывалась она без каких-либо замечаний может быть чуть-чуть там падал падал уровень так на вот просто я уже по привычке вижу что он немного падает а так не сильно заметно все это было и оценку конкретно этому экземпляру я бы поставил 5 с минусом с небольшим минусом минус этот за шумность а учитывая то что лето несмотря на свою ухоженность она показала себя очень неплохо это даже плюс вот такой вот максов очень даже рекомендую т.д.к. t1 t1 как и фе феррик позиционируется как самые дешевые кассеты не могу трансформации конечно подтвердить или опровергнуть но по-моему так и есть лично мне тэшки нравится такой средний бюджетный класс д кассеты тдк д на мой взгляд опять же интереснее в плане записи чем t1 но как донор например эту кассету использовать можно как донор ленты перемотка без проблем калибровка крутилки остались от предыдущего максова смотрите почти все совпадает слегка еще убавить подмагничивание и уровень железо она в принципе всегда в одном положении и калибруется на то одно и железо что у него с лентой лента тоже слегка со следами легкой эксплуатации вернее с легкими следами эксплуатации целом никаких критичных проблем на ней не видно максов а Продолжение следует... 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 Денон Денон ДХ1 90 минут... Середина 90-х годов... Тоже неплохая лента... В отличие от... Классических черных Денонов... 80-х годов... У этих Денонов... Лента гораздо стабильнее... Гораздо ровнее пишется... И калибруется... Опять же на мой личный вкус... Так это или нет... Давайте посмотрим... Слегка шумновато... Калибровка... Сильно похожа на... Классический черный ДХ... Она без проблем... Отстраивается кассета... И держит уровень хорошо... Но все равно... Прямо напомнило четко... Что как будто бы... Черный ДХ поставил... Уровень я добавлю... Наверное... По калибровке... Замечаний нет... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кассета чисто по-деномовски Маленько потеряла уровень Но зато по частотам Она очень даже неплоха Так что если у вас есть черный Denon И в нем уже плохая лента То вот по-моему прекрасный вариант Поставить в черный Denon Вот такую ленту с этого С такого же Denon Со стекляшки Очень неплохая лента Однозначно Но маленько падал уровень Поэтому 4 с большим и жирным плюсом Можно сказать, что даже на пятерку Все она отработала Хорошая кассета Следующий пациент БАСФ ФЕ ФЕ ФЕ1 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 Конкретно этот экземпляр Подушат он внешне Но просто в данный момент Ничего лучше у меня нету Но я и не оцениваю корпус Мне интересно Что с лентой Лента здесь стоит родная БАСФ БАСФ конца 90-х С 95-го и до 2000-х Очень даже неплохие ленты Хотя В последнем ролике Мое это убеждение Пошатнулось Давайте посмотрим Что покажет эта кассета Перемотка великолепная Калибровка Калибровка Тоже без вопросов Редактор субтитров Корректор А.Кулакова за ленту пять с минусом минус исключительно из-за шумности лента более чем годных эксплуатации так что лента бас очень даже неплохо рекомендую sony hf 60 минут очень люблю эти соньки именно в таком дизайне не нравится внешне по ленте у них практически никогда не бывает замечаний ну естественно если лента там механически не убито предыдущим владельцем давайте посмотрим перемотка хорошая перемотка калибровка и калибровка неплохо чуть еще убать подмагничивание как как часы работает калибровка все без проблем слушаем и и и и и и и и ну согласитесь все все идеально лента живая по звуку все отлично уровень держала прекрасно вот такая вот sony hf 60 минут очень и очень хороша мои самые любимые и уважаемые тдк тдк д 90 минут он 90 или 92 год конкретно этот экземпляр внешне тоже подушат он ну лента я надеюсь живая давайте посмотрим перемотка как полагается тдк все на месте калибровка вообще смотрите как она калибровка без запросов что с лентой лента 4 и 8 по пятибалльной шкале легкие следы эксплуатации имеются но на калибровке это никак не сказалось по шумности я думаю это пока самая мало шумящая лента и Продолжение следует... Результат предсказуем, все отлично, по крайней мере на акустике никаких замечаний по звуку и визуально по индикаторам у меня не было. Однозначно эта кассета имеет только положительные впечатления, создает только положительные впечатления. Samsung Z90. Не помню, была она, была они, потом мне есть в тесте. Ладно, неважно, даже если была. Тоже широко распространена на вторичке. Отзывы. Ну, многие думают, что эта лента не очень хорошая. Мне же она нравится. У меня их в штуке 3-4 в коллекции имеется. Нареканий не вызывало. Давайте посмотрим. Хороша калибровка. Здесь тоже можно... Даже можно ничего не трогать после ТДК-Д. Всё, вот оно есть. Маленько убавить уровень. И чуть убавить подмагничивание. Хотя, видите, подмагничивание скачет. На вид лента как новая. По калибровке у меня небольшие замечания были. Но это может быть связано просто с какими-то артефактами в начале ленты, что бывает очень часто. А в целом откалибровалось. Индигаторы стояли чётко. Продолжение следует... Зря кто-то недооценил. Вот эти Самсунги. Очень даже неплохие кассеты. Твёрдая пятёрка. Я даже не знаю, за что снижать ей оценку. Всё отлично. Конико XR1. 90 минут. Тоже очень частый гость. Практически в любом продажном лоте. Что у меня, что у других людей. Перемотка. Без запросов. Калибровка. Думаю, тоже без запросов. Вообще удивительно. Всё стоит, не шерохнётся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова В самом начале звуковой дорожки мне показалось, что высокие добавляются. То есть при воспроизведении с ленты высоких было чуть больше. Потом у меня ощущение это пропало. Но потом оно опять возникло. Но опять же это всё пока на акустике. Как это будет слышаться в конечном результате? Не знаю ещё. Но более чем бодрая кассета. Больших нареканий у меня нету. Эту кассету можно оценить на твёрдую 5 с минусом. По моей личной шкале. Минус за высокие. Ещё одна Sony Super EF90. То ли 1999 год, то ли уже начало 2000-х. Ходовая кассета. На вторичке даже такие запечатки. Сейчас по 150-200 рублей продают. Ну там если оптом брать. А так хорошая цена за такую кассету в хорошем состоянии 100-120 рублей. Может быть 150 в зависимости от жадности продавца. Я имею ввиду за бэушную кассету. Бывают дешевле. Тут как говорится ново коммент. Перемотка. Перемотка без проблем. Калибровка. Калибровка тоже без проблем. Чуть-чуть скачет в подмагничивании. И лента, да, видно, что походила она в магнитофонах. Есть такой, да. В любом случае она ещё пока держится. Ну скажем так, откалибровалась на четвёрочку. По шумности не очень сильно шумная лента. КАПТА. Первая обед не будет пытаться ire для себя. Но каждый день не застраиваются. В массаж GETTeeit. Дال Civic КАПТА. затрудняюсь прокомментировать но в том смысле что я не понял были ли какие-то изменения в звуке по частоте по частоткам акустики вроде бы слышал вроде бы не слышал по уровню все было отлично пока будут держаться того мнения пока не доберусь до наушников что лента это очень хороша она ничего не потеряла по частоте и по уровню и поэтому к использованию более чем даже годная вещь и последний на сегодня кассета gold star live концерт мне они очень нравятся как и визуально так и в плане ленты перемотка без запросов калибровка тоже идеально тут убавить добавить для стабильности индикаторов так и оставим и Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще никаких замечаний. На этом сегодня всё. И в завершении небольшое резюме по кассетам, которые были в этом ролике и в предыдущем. Как вы заметили, кассеты были 90-х годов и практически все они откалибровались и прописались без проблем. Так что, если вам нужна кассета именно для записи, а не для красивого внешнего вида, то такие кассеты берите без вопросов, вернее, берите без опаски. Да, так будет сказать правильно. Если у них лента живая, то она пропишется отлично. Ну, а если вы хотите просто поставить в свою старую кассету хорошую ленту, то опять же, вот вам решение. Доноров в данный момент хватает. Стоят они недорого. И очень часто попадаются в идеальном состоянии по ленте. На этом у меня всё. Всем большое спасибо. До встречи. Не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok